Евгения Сергеевна, здравствуйте. Ну, кто это говорит? Артур Сергеевич, Феникс, агентство коллекторское. По поводу вашего клока. Фамилия. Моя фамилия? Ну, не моя же. Кириченко. Дальше что? Дальше. Необходимо долго платить вашу размерность... Организация, где находитесь, юридический адрес, индекс, почтовый адрес. Нормально, учитесь работать, а потом звоните. Что вы как в первом классе, работать не можете нормально, что ли, я что-то не пойму. Вы экзамен к своему работодателю это сдали? Вы сначала по закону научитесь разговаривать с людьми. Дядя Федя позвонил, Евгения Сергеевна... С тобой Евгения Сергеевна разговаривает вообще. Ты сначала уточни, кто с тобой вообще говорит. Евгения Сергеевна, я уточнил, вы представились. Нет, я не представилась. Я даже ничего не сказала. Сказали все... Нет, я ничего не сказала. У меня тоже все записано. Вы с вами Евгения Сергеевна, а потом я спросила, кто это говорит. Я тебе ни дам, ни бей, ни мей не сказала. Я представился. И что? А как ты представился? Имя, отчество, где фамилия, где организация, где адрес, где почтовый адрес, где телефон, где индекс? Все данные были еще отправлены вам на данную электронную почту. Ничего. Что мне электронную? А ты думаешь, я ее смотрю? Я ее не смотрю. Так, необходимо смотреть, Евгения Сергеевна. Долг у вас необходимо оплатить, который вы сами взяли. Платить всегда собираетесь. Необходимо в течение двух сентября это сделать. Какой долг? Какой долг? По кредитной карте. Ну? Ну, в размере было. 217 351 рубль. Ага, ты сейчас в третий сентября рассказал вообще неизвестно что. Чужие кредитные отношения. Ты уже себе на статью наговорил, молодой человек. Молодец. Постарался. Я тоже статьи знаю. Нет, ты не знаю. И данный договор принадлежит нам по 382 статье. Ну, закидни его себе и прокрути у себя его там в бачке 25 раз, чтобы тебе это удовольствие доставило. Дальше? Дальше деньги необходимо в течение двух недель оплатить. Обязательно. Что еще мне сделать? До этого будет достаточно. Да? Да. Ну, как вам мало для счастья надо, смотрю. Ну, что еще скажешь? Ты мне помолчать позвонил? Нет, молчать не нужно. Нужно свой тонк оплачивать. Иначе уже по-другому разговаривать будут. Всеми законы бесплатно. Как это ты будешь со мной разговаривать по-другому? Ну, расскажите мне. Ну, смеши меня. Ибо через второй раз. На следующей неделе по вашим адресам будет выслана бригада выездная. Ну, а ей будет выслан полицейский наряд. Ну, будет полицейский наряд выслан. Дальше что? Будут уже с вами лично разговаривать. А что, как-то мы будем с вами разговаривать? Нет, не будут они со мной разговаривать. Они будут разговаривать с милицейским нарядом. 0-2 вызовы. Знаешь, такую организацию? 0-2. И они будут с вами разговаривать. Будете сидеть там 15 суток. А можете больше. Покажу вас за вымогательство по 163 статье. Потому что у вас нет судебного приказа, чтобы что-то с меня требовать. Вот. По договору... А где кредит? А где этот договор подписан? Лично мной. Где лично мной подписан этот кредит? Где личная моя подпись? Я не знаю, что я нет, не подписывал, не знаю. Кредитной картой пользовались? Нет, не пользовалась. Ну как ты не пользовалась? Ты разговариваешь сейчас не с Евгением Сергеевным. Я ни о каком кредите не знаю. Я вообще не знаю, о чем вы мне тут говорите. Я в стигню тут наговариваете. Я сейчас пойду в милицию заявление напишу на вас. Вымогать пожилать. Ваше право это сделать. Мое право, да. Наше гражданское право. Да, и вот тебе привет в форуме. Да, наше право тоже звонить вам по этому номеру и... Обзвонить хоть. Дальше. Дальше уже тогда в суде на порядке будем с вами открывать. О, классно. Отлично будет. Давай, вперед с песней. Замечательно. Значит, дело в течение двух дней есть, будет передавать. Давай, давай. Пупок не надо, Ревиток. При передаче. Ну, что еще скажешь? Ничего, этого достаточно. Достаточно. Ну, давай клади трубку тогда. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok